В отделение скорой помощи обратилось 256 человек. В два раза увеличилось количество заболевших ОРВИ. Выявлено два случая пневмонии. В акушерском отделении родилось семь младенцев. Зима в этом году не радует стабильностью. Переменчивость погоды вносит свои трудности в жизнь горожан. Продолжается работа по очистке колейности и обледенению в дворовых территориях. И ведется контроль за посыпкой реагентами против сражениями. Ежедневная борьба коммунальных служб с зимними осадками продолжается не только на земле. Особый контроль мы также, кроме обледенения тротуаров и дорожек, уделяем и возможности возникновения сосудов, связанных с этим риском. Работаем в этом направлении ежедневно, и осмотром, и, соответственно, сбиваем. Культурная жизнь Десногорска насыщена новыми событиями. 7 числа в 15.00 возле «Ангела мира» состоится акция «Корм в каждый клюв» в рамках акции «Позаботься о животных». 10 и 11 февраля в нашем городе стартует финал школьной баскетбольной лиги «Кайсбаскет». Игры будут проводиться на базе «Фоктесна» в течение дня. Отдел социальной защиты населения объявил о городском смотре конкурсе по охране труда за 2018 год. Оценивается состояние условий охраны труда для присвоения звания лучшей организации. Вилета Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.